К легкому течению относятся пневмонии с частотой дыхания до 25 в минуту, температурой тела больного в пределах 38 градусов, тахикардии до 90 в минуту, с локализацией инфильтрата в пределах 1-2 сегментов 1 легкого. Лечение больных с легким течением заболевания целесообразно начинать с пенициллина, так как 60-80% бактериальных пневмоний имеют пневмококковую природу. При хорошей переносимости пенициллина его вводят внутримышечно через 3-4 часа по 500 тысяч единиц в течение 80 дней на курс 10-12 миллионов единиц. Кроме того, при легком течении острой пневмонии широко применяются производные нитрофурона, фурагин и другие. Курс лечения 7-10 дней. Больным молодого возраста при отсутствии сопутствующих заболеваний и хорошей реактивности организма, а также в случаях непереносимости антибиотиков, в качестве антибактериальных средств могут быть использованы сульфаниламидные препараты. Из этой группы соединений не утратили своего значения препараты короткого действия норсульфазол, сульфадимизин и другие, назначаемые по общеизвестной схеме, а также средства, дающие длительный эффект сульфапиридозин и его натриевая соль, сульфадиметоксин и другие. Для профилактики образования сульфаниламидных камней необходимо увеличить прием жидкости внутрь до 2,5-3 литров в сутки. Если в течение 2-3 дней в состоянии больного не отмечается улучшение, то назначают один из полусинтетических пенициллинов, ампициллин, оксоцилин или один из антибиотиков резерва, эритромицин или линкомицин. При средней тяжести заболевания частота дыхания колеблется от 30 до 35 в минуту, температура тела до 39 градусов, число сердечных сокращений до 100 в минуту. Поражение легких имеет долевой односторонний или сегментарный двусторонний характер. При средне-тяжелом течении острых пневмоний дозу пенициллина увеличивают с 2 до 4 миллионов единиц в сутки на курс 20-40 миллионов единиц. Одновременно назначают сульфаниламидные препараты короткого и длительного действия по общепринятой схеме. При отсутствии эффекта в течение 3-4 дней применяемое комплексное лечение отменяется. Вместо него назначается один из антибиотиков широкого спектра действия. Кевзол по 1 грамму 3 раза в день, морфоциклин по 0,1 грамма 2 раза в сутки или гентамицин по 0,8 миллиграмма на 1 килограмм массы пациента 3 раза в сутки. У больных с тяжелым течением заболевания частота дыхания превышает 35 в минуту. Температура тела больного выше 39 градусов. Пульс более 100 в минуту. Распространенный процесс локализуется с одной стороны или поражаются оба легких. При тяжелом течении заболевания антибактериальную терапию следует начинать сразу с одного из антибиотиков широкого спектра действия. Цефамизина, кевзола, морфоциклина, гентамицина в вышеуказанной дозе. В случаях отсутствия эффекта на четвертый день следует одновременно использовать два антибиотика широкого спектра действия. Пенициллины можно применять с гентамицином, но нельзя с тетрациклином, эритромицином, олеандомицином ввиду их антагонистического действия. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok